всем привет вы на моем канале о вязании сегодня у нас будет видео о том чем я занималась на прошлой неделе у меня не выходили ролики почти всю прошлую неделю слишком много дел одновременно скопилось и в общем надо было решать и как-то так в общем как-то так случилось да я не сидела без дела все свободное время которое у меня было я занималась конечно же делами в том числе вязанием вот и у меня есть даже готовая работа правда совсем небольшая есть хорошего продвижения по процессу и есть новый процесс сейчас я вам все это буду рассказывать и показывать вот эта неделя тоже не знаю чем закончится все потому что на этой неделе у меня ну как и у всех мам до подготовка в школе плюс я перевожу ребенка в другой детский сад поэтому тоже там есть свои моменты которые нужно обязательно предварительно успеть сделать и поскольку это все как обычно решается в рабочее время да то не факт что все дни у меня максим будет детском саду поэтому без понятия как у меня будет получаться снимать на этой неделе но вязать я точно буду да так у меня самое классное продвижение к сожалению пока еще не готовая работа но думаю что завтра это уже станет готовой работой сегодня просто не успеваю снимать мастер-класс сегодня была на 100 и честно говоря рассчитывала что у меня займет это от силу 40 минут ну по крайней мере так мы так не сказал мастер в итоге у меня это заняло три с половиной часа так получилось вот поэтому снимаю чуть ли не уже вот скоро мне выезжать и очень надеюсь что я успею смонтировать до отъезда потому что потом вечером уже наверно бы слишком поздно короче ладно я на прошлой неделе очень очень тщательно двигала самый главный свой процесс это платье по которому я уже выпустила первую часть мастер-класса и оставлю вам сегодня в первой строке ссылочку на конкретно этот пост значит как только выйдет вторая часть мастер-класс этот мастер-класс можно будет купить отдельно да как как это правильно сказать как мастер-класс да вот а также он доступен подписчикам первого базового уровня на бусте то есть можно подписаться и подписка стоит всего 100 рублей в месяц и за эти 100 рублей в месяц вам будут доступны все мастер-классы которые я буду публиковать на бусте то есть чем дальше тем больше мастер-классов будет и вы это все будете постоянно видеть пользоваться в общем как как пожелаете вот я вязала всю прошлую неделю это платье сколько у меня было свободного времени практически не двигало другие процессы но у меня их не так уж и много было на начало недели у меня было платье пара носков для старшего сына и плед из шестиугольников вот поэтому ну как бы сильно я даже и мне свернуть то некуда было но у меня было желание закончить платье как можно быстрее и вот она с субботы у меня не движется потому что мне не находится просто времени для того чтобы доснять небольшой кусочек промежуточный в мастер-классе по переходу на рукав и именно поэтому она у меня принцип пока что еще не закончена и так давайте покажу вам продвижение по платью правда не знаю как его впихать в кадр она у меня практически готова значит смотрите у меня осталось от упаковки пряжи вот столько пряжи здесь 31 грамм если ничего и не путаю ну то есть это здесь вот мне пряжи на один рукав я вязала рукава в этот раз чуть короче чем на на прошлом платье но мне так хотелось и у меня платье получилось это на на 8 петель шире ну то есть не случайно я специально так сделала вот поэтому соответственно больше пряжи ушло на тело и рукава мои получится чуть короче при том же количество пряжи ой не знаю как показывать значит висела она у меня все выходные на манекене вот такой у меня небольшой рукавчик кончики ничего не прятала тут еще петь надо подтягивать все это буду показывать на камеру для того чтобы у всех то же самое могло получиться то есть рукав чисто закрывает немного руку как не надо даже еще маркер вот висит вот а в длину это это целое платье значит вот такое огромнейшее полотно вот получается что у меня от пробуем до конца платья 200 с хвостиком рядов там 200 204 или 202 уже не помню честно говоря вот то есть вниз все готово полностью нужно только постирать ну и довязать конечно же рукав вот я честно говоря довольна тем что этот процесс никак у меня сильно не застрял что вполне могло произойти потому что делал как-то 1 под навалилась да не могу сказать что под накопилось потому что ну это не так это все свеженькая скажем так вот такое вот огромное полотно и это платье у меня полностью связано в августе но я думаю что на и не думаю я знаю что в этом месте вы точно закончу это самое главное продвижение за прошедшую неделю вот на этой неделе это станет готовой работой в этом я даже не сомневаюсь дальше следующим моим процессом точнее как случилось в пятницу я завезла максима повязала платье сколько смогла и потом у меня уже немножко начали уставать глаза от одного и того же процесса я смотрела сериал по моему и решила немножко переключиться поэтому взяла в работу носки и по-моему я в пятницу до вечером довязала первый носок который у меня был и слушайте я что-то уже запуталась или у меня один носок был и я в пятницу довязала второе но в общем как-то это вот случилось что это теперь уже готовая работа носки связаны на 49 размер ноги 48 49 здесь вот по стопе у меня 30 сантиметров длина носочка тоже еще не стираны вот ну то такие немаленькие носочки очень красивая расцветка это это alize cotton gold 67 цвет а это gazelle happy fit цвет уже к сожалению не скажу этикетки на днях наводила порядке и все 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 уже спрятала но я думаю что не проблема будет там если что вдруг восстановить так ну в общем носки довольно они не для чего они просто для того чтобы носить зима уже не так близко к сожалению особенно тот сезон когда до дома холодные полы вот между между сезонья вот это как она называется даже не знаю нужно какое-то точно слово этому придумать вот чтобы понимать о чем говорить да когда вот тоже прохладно по ночам и свежо по утрам а отопления еще нет вот носки вообще я очень довольна наверное будет одна из моих любимейших расцветок в газал happy fit все больше газал happy fit пряжи у меня носочной нет у меня достаточно еще другой пряжи носочные и happy fit я больше покупать не хочу не потому что это какая-то очень плохая пряжа просто она для меня не настолько хорошая чтобы ее еще покупать да есть еще много других артикулов которые я даже не пробовала и есть у меня совсем другие любимчики я если уж и затариваться буду больше на них обращать внимание да красивая да сочная но не знаю мне кажется ценник у нее абсолютно не оправданный вот так что вот такая пара носков у меня довязалась это моя готовая работа пока что единственная за вот этот период словно там середины месяца на мое платье почти и дальше у меня выходные случилось много всего интересного значит я начала четыре процесса и еще пятый у меня на подходе как-то так значит я начала две пары носков ну кто бы сомневался первую пару я начала потому что мне не терпелось начать если честно я очень хотела снять мастер-класс она сейчас понимаю что придется мне придется мне для того что ну то есть если я вдруг решу что я все-таки готова для мастер-класса купить спицы то я сниму этот мастер-класс если нет значит подождем времени когда я буду готова первая пара носков это носки из остатков газал happy fit такие носочки я уже вязала в каком-то из предыдущих месяцев не помню уже если честно когда это было и у меня оставалось два вот таких клубочка я вижу носки для своей крестницы тоже к тому же сезону да вот начала попросила в них носок на пару дней и ну такой обычный да свяжу первый носочек и верну и уже буду на него ориентироваться хочу сказать две пары к сезону у меня пряжи достаточно для этих целей поэтому начала вот такие носки красненькие но это вот расцветка которая мне а это кстати получается совсем недавнешние до которого мне не совсем понравилось потому что мне показалось что она слишком темная вот этой пряжи мне точно хватит на пару носков но я пока не мере подозреваю даже если вдруг мне не будет хватать я найду чем разбавить вижу опять же от мыска буду вязать обычную квадратную пятку и клин подъема даже не знаю вязать или нет может быть совсем небольшой какой-нибудь такой прибавки по три сделаю может быть и будет достаточно я считает на пятилетнего ребенка вот это первая пара носков а вторая пара носков была вот начата честно совсем другую планировала технику использовать но поняла что на magic loop это очень будет долгая песня то есть это реально вязать но это совсем неудобно занимает слишком много времени а чулочных спиц у меня к сожалению пока что но уже точнее нет да я имею в принципе как бы и не пользуюсь не вижу носки на чулочных спицах мне просто неудобно поэтому я их продала и остались у меня только для magic loop а так сейчас мы тут распутаемся когда я увидела вот эту пряжу мне как-то внезапно то есть это вот совсем недавнишняя пара носков да по которой я снимала мастер-класс на этой неделе его еще мне его только смонтировать осталось значит я знала что останется пряжа я сразу решила что это будет очень классно сочетаться в полосках с белым с белой носочка вот это белое это у меня остатки супер воша у меня есть еще целый мотор белый это если вдруг мне не хватит до на полоске здесь тоже самое я довезу до пятки свяжу пятку и посмотрю что у меня здесь остается на рукопагальных мне хватит значит я хотела взять носки в технике helix но я честно пока это представляла пока ждала момента когда закончу вот эти данилины носки да я в голове в принципе нормально это все представляла что ну вот тут переснять тут перекинуть за и вяжи себе в magic loop и этот helix и никаких проблем на деле это казалось очень неудобно постоянно нужно переснимать половину петель одной спицы и это короче очень много времени занимает поэтому я от этой идеи отказалась и решила вязать просто полосатые носки и чередуя смену нити в каждом ряду получается настоящие милейше 100 то есть мне пока что очень сильно нравится белый мысок и дальше идет вот секционка которую меня в каждом ряду просто по ряду провязываю и поменяла цвет и мне так нравится что получается мне кажется это будет очень миленькие носочки сейчас понимаю что какая бы секционка не было на какие бы секции не были в любом случае с белой пряжей именно с контрастной с белой пряжи смотрится замечательно вот эти носки я мне кажется постоянно так говорю и всегда заканчивается одним и тем же но действительно вот эти носки я никуда не тороплюсь вязать потому что я их начинала ради и хеликсов да условно получается что из-за того что не от чулочных спиц эту идею я не осуществила поэтому буду вязать не знаю в свободное время когда по заканчиваю плечевые свои изделия или буду брать с собой в дорогу хотя у меня дорожный процесс уже на ближайшую неделю точно нарисовался на этой неделе будет много разъездов готовимся к школе поэтому буду двигать не носки в дороге так уберем эти носочные процессы они прямо в одной проектной сумке хранятся значит два новых процесса я начала так я с вашего позволения уберу готовые носки на полочку у меня небольшой порядок нарисовался надеюсь что сохранится и расскажу вам про новый процесс уже из серии плечевых процессов и он пока что у меня весь покрыт кучей сомнений сейчас буду делиться значит это у меня пряжа наку и стива это тоже она но уже в другом цвете это тауп это даже не знаю это бледно-коралловый наверное или это пыльная роза какая-нибудь я вчера пыталась понять по палитре в интернете и это белая пихорка хлопок натуральный пряжу я сейчас буду наверное впихивать в каждый процесс она у меня распущена когда-то очень давно вязала платье крючком у меня ее 700 грамм было представьте то есть я распустила и у меня на руках осталось 700 грамм и полноценно изделия я вязала только одной из нее это было детское платье крючком и так вот она у меня и осталась достаточно большом количестве так ну и соответственно процесс который я задумала я тот и начала у меня был вот такой образец бисквитный как мне написала одна из моих зрительниц мне очень понравилось это название потому что действительно похоже на какой-то такой тортик вот значит ничего здесь не поменялось да то есть полоски так и будут идти единственное что у меня толповой пряжи чуть-чуть побольше чем розовый это остатки от джемпера крючком на которые у меня есть мастер-класс тоже давайте оставлю вам ссылочку вставлю фотографии а это у меня шестой моток упаковка у меня улетела а вот этот моточек остался одиноким да но и про это я уже рассказала в общем я решила все это дело совместить в одном процессе и мне понравились вот такие полоски но люблю ее полоски разные да сочетать не знаю какое-то особенное удовольствие от этого получаю я начала новый процесс то есть я начала этот топ но что-то у меня здесь как-то вот смотрите я вам сейчас попробую показать значит у меня спицы вот эти сотка вот я начала новый процесс набрала офигенное количество петель и сейчас сижу сомневаюсь да то есть даже если я не подрастягиваю даже сейчас мне это ну довольно свободно хотя я такую свободу облегания не закладывала мне очень жалко будет если я это сейчас распущу поэтому я остановилась я в субботу начинала если не ошибаюсь у меня здесь не так много связано полоска кстати я хотела делать обработку подгибом но потом подумала что поскольку пока нет четкой идеи как это все будет обработано то есть все будет зависеть от количества пряжи которая есть я из этого буду исходить я решила что обработку я потом сделаю в конце да вот и у меня здесь всего две цветные полоски ну смысле вот белая не считаю до 1 талпова 1 вот это ну пусть будет розовая что для меня это розовый цвет бледно такой розовый и в общем все все остановилось только потому что я не могу определиться мне распустить на этом этапе и убрать из работы петель но не знаю как будто бы может быть два четыре шесть восемь десять двенадцать до или оставить так как есть и вязать почему если бы я не была ограничена в пряжи я бы продолжила вязать и пусть бы получилась такая свободная футболка ничего страшного в этом не было но изначально идея была совсем другая и получается за счет того что это пряжа бамбук да с хлопком то есть она такая текучая вся я да и не только я мне кажется что сделать точные расчеты по маленькому образцу практически невозможно да то есть все равно за счет того что здесь уже большое полотно в работе все равно вот это вот ее текучесть она прям ну сильно сказывается короче пока какие у меня мысли я думала вязать шивную футболку да но если это будет шивная футболка если это получится что-то такое очень свободно то сшивную футболку я уже не хочу да тогда буду делать скорее всего сделаю цельнокроеный рукав небольшой совсем небольшое даже выделять в подмышечной впадине не буду как рукав скорее просто сделаю прибавки немножко на плечо и сделаю большой скос плеча такой хороший скос плеча небольшое хороших как положено и сделаю круглую горловину пока мысли такие но тогда вопрос хватит ли мне пряжи на все это вот тут вроде как бы и метров достаточно много да но опять же если бы это был только один цвет я бы даже не сомневалась а у меня смесь и я чуть-чуть переживаю что мне придется на второй детали я решила взять шивное изделие то есть из двух половинок перед и спинкой я боюсь что мне на спинке придется что-то такое умудрить что возможно потом будет смотреться но не очень возможно симпатично какая у мысль появилась значит чтобы сэкономить пряжи я думаю может быть мне как варианта делать одну толпу в одну розовую то есть мне надо экономить розовый немножко одну толпу в одну розовую одну толпу в а следующую вместо розовой чередовать ряд белый ряд толпы ряд белый ряд толпы или это здесь сделать тогда это я не буду экономить или с розовым чередовать нас розова мне кажется слишком бледно чередовать в общем я пока не знаю что делать я решил этот процесс временно отложить да то есть пока вот в голове на что-то не придет такое что покажется мне правильным решением пока такого решения нет насиловать себя не хочу лежит есть не бросит это все равно будет долгие долгий процесс потому что спицы номер 3 для меня это довольно тонкие спицы если речь не идет о носках вот это плечевой процесс все таки и ох не знаю у меня тут 170 по моему 6 или 178 даже петель в работе представляете на какой-то объем работы мне предстоит в общем пока что отложу даже не буду брать с собой ни в какие игры пока не решу что я хочу с этим окончательно делать каждый раз обрезаем нить потому что все равно вшиное изделие и все равно потом это все прятать в швы я буду однозначно так это вот такой процесс и начала есть еще все шансы что я как-то по-другому решу и тогда я просто-напросто распущу и переделаю так и дальше я решила что ну раз уж не задалось вязание с новым процессом я наверное подготовлю образец для джемпера который уже целое лето наверное планирую начать и все никак не определюсь каким же узором я хочу его связать значит я наконец-то добралась до пряжи газаловый бикоттон это у меня полухлопок обычный тоненьким на 50 грамм здесь 165 метров и по составу это 40 процентов подвела 60 процентов хлопка у меня номер цвета 3442 такой вишневый наверное правильно будет сказать не знаю как он на камере передается но цвет очень красивый значит у меня целая упаковка 10 мотков это 1650 метров это за глаза я могу позволить себе и раны и все что хочешь вот я изначально хотела какие-нибудь такие мелкие оранчики панель давать такую собрать по переду спинку допустим рукава связать лицевой гладью или допустим рукава связать каким-нибудь ажурным узором который перекликался бы с каким-нибудь из узоров на переде но на текущий момент я понимаю что точнее как понимаю я листала 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 у меня в телефоне есть несколько сохраненных узорчиков до которая мне когда-то нам нравились да не всегда это нравится и спустя время но вот этот узор мне нравится очень давно я решила создать образец но я как это сказать то там получается в образце который скрин до который я сохраняла себе там изнаночная гладь и ну соответственно лицевыми петлями вяжутся сами вот эти араны и там эти араны они по петлям потоньше но у меня пряжа не очень толстая вижу на спицах три с половиной вязала образец и мне бы не хотелось чтобы они были настолько тоненькие поэтому я все немножко пересчитала и заменила изнаночную гладь на рис которые все не очень люблю но иногда вот прямо хочется значит и связала я образец вот такой однозначно я уже буду вязать этим узором джемпер даже не вижу что он там видно надеюсь что все хорошо видно этого образца мне будет достаточно для того чтобы сделать расчеты на джемпер я буду ночевать начинать его в ближайшее время по нему я точно буду снимать мастер-класс поэтому вся загвоздка именно в наличии свободного времени как только я разберусь платьем носками контентом на эту неделю я сразу же сяду за съемки этого джемпера и есть у меня там еще пару незакрытых штальтов поэтому вот с ними сначала разберусь потом уже буду садиться за джемпер значит я что для себя решила это будет у меня такой перед мне очень нравится как смотрится не совсем это просто вяжется я об этом не подумала когда решила сменить изнаночную гладь на рис потому что когда ты вяжешь лицевую часть полотна да то как бы все очевидно где там перед где там зад все нормально но как только ты переходишь к вязанию изнаночного ряда приходится постоянно считать я пробовала вешать маркеры это очень много маркеров неудобно совсем а так приходится считать потому что ты ну допустим я допустим не смогла точно определить каждый раз где у меня рис переходит в изнаночные петли которые вот здесь у меня оранчиками являются короче я не то чтобы очень намучилась но подумываю над тем чтобы вязать изделия по кругу хотя изначально хотела бы шивное изделие да чтобы вот со швами со всеми как положено значит я хочу это будет у меня перед такое спинка и рукава будут связаны просто рисом ну пока что мысли такие может быть было бы неплохо на рукавах создать узор но почему-то не знаю не хочется что ли кажется будет перегружена да будет круглая горловина такая неглубокая не v-образная да потому что последнее время v-образная горловина меня захватила вот и я думаю что я на этой неделе но может быть выходные как раз таки начну начну со спинки потому что это не станет пока что основным процессом основной процесса я покажу следующим вот но я очень довольна что я наконец-то определилась с узором и мне наверное было бы неплохо на этот нелли под столом храпит не знаю слышно или нет кабачок этот значит начну со спинки начну со спинки чтобы вязать было пока что попроще там в принципе не сложно но мне наверное нужно связать отдельный образец рисом хотя нет надо связать меня был процесс когда там тоже было рисовое полотно из этой пряжи но там я использовала другой номер спиц это на три с половиной короче мне очень нравится единственное что пряжи на этот образец ушло какая-то целая куча почти пол матка почти пол матка или может быть стоило бы начать с переда даже не знаю но посмотрим дойдет до этого дела тогда буду определяться но еще расскажу что образец мне очень нравится не зря вот я иногда заглядываю в свой телефон и возвращаюсь к тем изделиям которые когда-то хотелось в этом еще много таких изделий так и последним моим процессом которое начала буквально вчера уже вечером чуть ли не перед сном потому что знала что сегодня поеду на и сто соответственно не придется ждать и мне нужен был какой-то процесс который я смогу увязать пока там мне будут с машиной делать дела всякие нужные да я начала жилет школьные для сына своего который идет уже в девятый класс вот это у меня это у меня снова не знаю слышно или нет это у меня снова приезжали за cotton gold а и единственная проблема у меня что у меня не так уж много этой пряжи всего 2 мотка и вот такой еще один неполный но здесь почти 70 грамм по моему 67 или 76 вот не помню я считала общий метраж получалось девятьсот десять по моему метров до короче я рассчитываю на то что мне хватит у меня это 203 цвет темный джинс он в палитре или за если не ошибаюсь называется значит вот этот моток 3 я использовала на полосочки в джемпере славы поэтому у меня не полный вот я не вязала отдельные образцы потому что мой жилет не будет какой-то сильно узорчатый я знаю что такое мы данила носить не будет мне нужно что такое максимально простое но и лицевой гладью тоже не хотела вот сплошной лицевой гладью вязать и жилет мне соответственно нужно первому сентября не знаю как прямо на линейку может быть конечно и не нужно а что там у нас кстати когда это первое сентября четверг значит в пятницу уже будут уроки хотя и первого точно будут руки штат что-то как-то сейчас все поменялось до раньше я помню когда я училась в школе мы заканчивали учебу там числа двадцать третьего двадцать первого в зависимости от того когда заканчивалась рабочая неделя да сейчас детей заставляют учиться вплоть до первого июня и раньше как-то первое сентября линейка прошла и всех отпустили теперь все сразу пошли на уроки на но я точно помню что у нас было так короче у меня получается полторы недели на то чтобы сказать жилет поэтому я начала и вот думаю что буду его активно двигать на этой неделе то есть это будет мой основной процесс вижу снова на спицах три с половиной вот я себя неплохо его продвинула и буду еще и вечером двигать однозначно вот значит вот такое у меня получится жилет это спинка простая лицевая гладь я разделила спинку перед двумя изнаночными петельками ну как бы имитация шва а по переду у меня полоски лицевой глади и между ними я чередую одну петлю провязывая ее то лицевой то изнаночной то есть ну имитация условно риса вот мне кажется что это будет абсолютно ненавязчиво и вот так вот знаете как бы ну по-мужски что ли потому что это вы даже ребенком не невозможно назвать не знаю что там будет видно но пока это смотрится так я думаю что после стирки будет немножечко иначе смотреться получше то есть все по идее должно расправиться как он вот не так круто держит резинку вот резинка снизу получается будет пошире обработка горловины и рукавов будет в зависимости от того что у меня будет по пряжа мне бы конечно бы хотелось получить максимально похожее на фабричное изделие да я бы сделала кетлевку на горловине ну ложную конечно же кетлевку и такую небольшую резиночку горловина будет мыском и такую же обработку мне бы конечно хотелось бы сделать по рукавам но опять же буду отталкиваться от того что будет оставаться от пряжи вообще не знаю хватит не хватит ну как бы вроде кажется что хватит но рост у нас не маленький 186 по моему 185-186 сейчас и соответственно без понятия то есть то длина тела будет такая не маленькая хоть бы мне хватило в общем буду двигаться смотреть свяжу первый клубочек посмотрю на какую высоту тела мне хватает и там уже там уже будем что-то предполагать да потому что точно конечно я ничего не решу нали ну ты и сопишь такие у меня дела вяжется очень быстро по кругу конечно же кайфовый процесс но вот получается что у меня потихонечку все переплывает из летнего вязания до какой-то уже такое осенний полухлопок носочки и так далее и тому подобное вот так что вот так я распроцессилась за эти выходные то есть я на прошлой неделе в будни не вообще ничего не начинала все новые процессы были начаты за выходные то есть суббота воскресенье и вот все они немножечко продвинулись не было у меня цели много-много начать то просто я разрешила себе делать все что захочу плюс мне действительно хочется по начинать все до того как наступит осень и осталось у меня получается из не начатых процессов которые я планировала в августе это топ который я буду вязать и снимать мастер-класс опять же все упирается именно в то что я буду снимать мастер-класс соответственно мне нужно больше времени именно рабочего когда я одна она у меня не резиновая она у меня ограничено и платье нафталиновое по которому я тоже не платье футболку у меня будет да то есть но топ точнее ажурный топ по которому я тоже буду снимать мастер-класс поэтому зависимости от того как мы будем на этой неделе все успевать я буду стараться все успеть выходные буду нагонять надеюсь вот мне еще пришла посылка но они я расскажу в ближайшие дни может быть завтра может быть в четверг посмотрим как я опять же буду успевать я постоянно повторяю эту фразу потому что я действительно очень боюсь что я буду очень мало успевать снимать на этой неделе вот такие у меня новости и продвижения за прошедшую неделю рассказывайте в комментариях как у вас там подготовка к школе собрались ли вы потому что мы пока вообще я не могу выдохнуть еще очень очень много незаконченных вопросов вот в общем то на этом все мы увидимся с вами в новых роликах до новых встреч и всем пока пока